Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Игорь Елдашев и мы продолжаем серию видеорепортажей с производственной площадки Балаговского арматурного завода. Сегодняшняя серия посвящена металлообработке. Недалеко не секрет, что любой завод обладает участком металлообработки. Именно завод, а не производственная компания, которая привозит готовый товар. Мы находимся в одном из участков. Можно сказать, тут торжество автоматизации. По сути, здесь вы видите, как происходит. Там-там, везде тут абсолютно проточка, полировка, практически все механические операции. Более подробно об этом расскажет главный инженер предприятия Василий Врамов Владимирович. Врамов Владимирович, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что здесь происходит, какие операции и, собственно, как простой процесс автоматизации. Ну да, мы сейчас с вами находимся в цехе механической обработки деталей. Значит, ну, значит, да, отметим, что здесь все-таки доля автоматических станков составляет примерно 70% от ручных. Что, конечно же, благоприятно сказывается на самой производительности всего участка. Ну и также на качестве, потому что робот все-таки точнее деталь базирует, чем человек. И поэтому отсутствие человеческого фактора очень положительно сказывается на самих кранах, на самих клапанах, на самих деталях, изготовленных здесь. Значит, прежде чем деталь поступает на механическую обработку, и ее предварительно проверяют контролеры ОТК. То есть существует входной контроль детали на участке. После проверки, если деталь признана годной, значит, детали поступают к соответствующему оборудованию. Оборудование в основном подобрано универсальное, то есть оно может детали обрабатывать там мелкие, круглые, без разницы. То есть в основном все это переналаживается, все настраивается, ремонтируется. Все это как бы собственными силами все это делается. Значит, и из механических обработок здесь практически все операции существуют, такие как сверление. Фрезерование, растачивание, как вы уже говорили. То есть практически весь спектр механической обработки здесь существует. В том числе и алмазное точение чистовое. Все благоприятно должно сказываться на шаровых пробках или шаровых заслонках, как называемых. Значит, доля основной продукции, если речь идет о маленьких, значит, наших ДУ-15, ДУ-20, занимает, значит, 3-4 станка при выпуске порядка полумиллиона деталей. То есть очень, значит, скоростное оборудование, очень такие режимы довольно-таки жесткие подобраны. Соответствующая, конечно, эмульсия, резьба нарезной инструмент. Все это довольно-таки четко, большая работа, конечно, проведена. Плюс инструмент соответствующий. Частично он, конечно, покупной европейский. Частично он все-таки изготовлен в нашем инструментальном цехе. То есть это довольно-таки серьезная подготовка сделана. Ну и соответствующее оборудование. Оно позволяет разнообразный спектр деталей делать, как только, ну, и к шаровым кранам, и к лапанам. То есть довольно-таки разновидные детали. Значит, существуют здесь у нас также прутковые полуавтоматы, для которых мы сами пруток делаем. То есть тоже довольно-таки скоростное оборудование, требующее высокой подготовки детали, прежде чем, ну, в данном случае прутка, прежде чем его поставить в оборудование, чтобы его не повредить, то привлечет, конечно, соответствующие технологии, которые нами уже освоены, уже давным-давно, и мы, как бы, их успешно используем в своем производстве. Роман Владимирович, на нашем предприятии постоянно идет модернизация. Мы видим, что у вас идет она постепенно. То есть все и сразу, а понемногу. Как проходит модернизация в данном участке? Потому что в людям новое оборудование, вот итальянские станки стоят. Ну, собственно говоря, как проходит процесс модернизации у вас? Ну, мы ежегодно приобретаем там по несколько единиц оборудования, да, как бы сказать, что это итальянское, значит, в основном. На данный момент мы приобрели оборудование для высокопроизводительного оборудования, для изготовления шариков или пробок мелкого диаметра, то есть 2, 15, 20, значит, рядом оно здесь находится. И уделили внимание все-таки такому проекту, как изготовление закладных для обливных фитингов, то есть все-таки латунное несколько новое наше направление. Тяжело нам, конечно, дается, хотя вроде и металлы похожи, и не то, что похожи, одинаковые металлы, что ведь горячая штамповка, вот мехобработка совершенно другая, и у нас возникают все-таки серьезные трудности по этому вопросу. Вот приобрели оборудование тоже как бы импортное. Сейчас вот занимаемся освоением уже новых деталей. Ну вот прогуливаясь по этому участку, дорогие друзья, я заметил, что у вас сравнительно немного персонала обслуживает данное оборудование. То есть я так понимаю, что все настолько настроено, автоматизировано, что хватает? Это только благодаря автоматизации, потому что это самое главное и самое важное в цели, это автоматизация. Чтобы было меньше персонала, как бы он успевал больше обслуживать, и качество продукции это тоже очень большую роль играет, автоматизация именно. Ну, знаете, по моим наблюдениям, ваше кузнечное прессовое дело, вот цех, это душа предприятия, а здесь у вас руки. То есть, по сути, этими руками точится и куется ваша продукция. А скажите, пожалуйста, как вот подготовка идет у персонала? Это же немаловажный аспект, потому что на самом деле, сколько обслуживать оборудование, ну, должно быть достаточно красиво на кадре. Значит, ну, мы до этого предварительно отправляли наладчиков, допустим, смех обработки. Мы именно за границу, именно в Италию отправляли на обучение, сами ездили обучаться. После уже приезда сюда уже что могли, сами начинали и готовить и тех документаций, в основном все было без переводов и прочих. Но мы пока подготовили все это, разобрались и теперь сами обучаем. Только сами, да, обучаем. Есть у нас специалисты, есть энергетики, механики, все у нас есть, все подготовили все сами. Вплоть до и экзамены тоже принимаем сами. Замечательно. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, напоминаю, что мы ведем прямой видеорепортаж с производственной площадки Балаговского армонтурного завода. За моими причинами вы сейчас видите металлопорабатывающие оборудование. Во вставках видео вы видели это оборудование в работе. У кого остаются вопросы о массовости производства, я приглашаю приехать сюда и своими глазами впечатлиться. Увидеть это, сказать мягко. То, что вы здесь увидите и то, что произойдет у вас впечатление, это две разные вещи. Потому что на самом деле очень приятно все-таки осознавать, что в России не просто массовое производство, но оно еще и квалифицированное. То есть тут нет действительно каких-то старинных технологий, тут все модернизировано. И оно постепенно обретает новый смысл. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас посетить это предприятие. А мы передвигаемся к следующему нашему циклу репортажа. Будьте с нами. А напоминаем, что мы ввели репортаж с главным инженером предприятия Романом Владимировичем, который рассказывал нам о металлообработке. Всего удачи, друзья. До новых встреч. Увидимся в следующем репортаже. С вами был Игорь Вилдашин. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!